Гавардхана Пуджа Праздник и рецепт торта В день праздника преданные поклоняются халму Гавардхану как проявлению Кришны с одной стороны, а с другой как великому преданному. В России и на Украине появилась традиция делать торт в форме горы. Его украшают, предлагают Кришне и с почтением обходят вокруг, как если бы это была священная гора Гавардхан, а после вкушают. Устраивают большой праздник с киртаном, лекцией, угощениями, абхишек и божеств. Преданные называют Гавардхан самым милостливым воплощением Кришны. В этот день нет поста, хотя обычно в большие праздники пост весь день, а в маленькие пост до полудня. А в день Гавардхана Пуджи целый день праздник и пир. Рецепт для торта Гавардхан может быть любой. Это может быть и бисквит, и муравейник, и торт из творога и сухофруктов. Все, что ест Кришна, можно использовать. Не используются только невегетарианские продукты, такие как яйца, алкоголь, желатин, кофе. Не пекут преданные и на дрожжах, так как дрожжи это вид грибов, а грибы считаются невежественной пищей. Для подъема теста используется сода с лимонной кислотой или разрыхлитель. Я хочу предложить вам рецепт торта Гавардхан на основе торта Муравейник. Мы несколько раз сделали его с преданными, очень понравилось. А главное просто и быстро. И дети активно помогали, там есть простые действия как раз для детей. Готовить такой торт нужно за день до праздника, так как ему нужно постоять несколько часов для хорошего пропитывания. Для теста понадобится пшеничная мука полкило, пачка сливочного масла 180 грамм, примерно 100 грамм кефира, нужно смотреть по консистенции теста, и пакетик ванильного сахара. Для крема нужно 2 банки вареной сгущенки. Для украшения торта можно использовать глазурь, посыпки, ягоды, орешки, крем, что вашей душе угодно и что ест Кришна. Делаем песочное тесто, смешав муку, растопленное сливочное масло или размягченное, кефир и ванильный сахар или можно ванилин. Делаем мягкое эластичное тесто, сначала вымешивая ложкой, а потом руками. Раскатываем пласт произвольной формы, не обязательно, чтобы он был красивым. И отправляем выпекаться в духовку при 180 градусов на 15 минут. Тесто не должно пересохнуть и стать слишком румяным при выпекании. Достаем из печеной изделия и когда остынет, ломаем на произвольные мелкие кусочки. По опыту мы установили, что кусочки сантиметр на сантиметр это самое то. Они хорошо пропитываются и есть что кусить, когда ешь торт. Добавили еще измельченные грецкие орешки, с ними еще вкуснее, можно еще изюм положить. Открываем две банки варенки и смешиваем с крошкой. Если хотите, чтобы крем был нежнее, можно вареную сгущенку перемешать с размягченным сливочным маслом. Примерно 90 грамм масла идет на две банки сгущенки. Формируем гору. И отправляем на полчасика в холодильник отдохнуть и получше скрепиться. Можно оставить там торт на ночь, а можно украсить и после оставить в холодильнике настаиваться. Мы делали и так, и так. Для украшения торта с детьми брали готовую глазурь. А можно сделать простую глазурь из сахарной пудры. Берется пакетик сахарной пудры 200 грамм. Горячая вода 3 столовые ложки. И лимонный сок 1 столовая ложка. Или можно даже без лимонного сока. Тогда 4 столовые ложки горячей воды. Тщательно вымешиваются все компоненты и выливаются на торт. Такая глазурь быстро застывает. И пока она еще мягкая, можно на нее приклеить декор. Так как Гавардхан это личность, то часто преданные рисуют ему глазки и ротик. Получается очень мило. Украшают гору орешками и изюмом сахарной глазури. Это как бы камушки на холме. Ставят веточки мяты и розмарина это кустики. Цветной глазурью рисуют водопады. И проделывают в торте небольшие пещерки. Можно слепить из мастики фигурки коров, пастушков и украсить Гавардхан. Когда торт готов, его ставят на алтарь и предлагают Господу Кришне. Для этого торт сбрызгивают капелькой водички, кладут листик туласи, звонят в колокольчик, читают мантры, приглашая Кришну покушать. Торт можно весь поставить на алтарь, если помещается. Или предложить Кришне кусочек на тарелочке. Ждут 10-15 минут, пока Кришна покушает. Снова звенят в колокольчик и убирают торт с алтаря. Теперь это уже просад, милость Господа, освященная пища. И можно устраивать веселый праздник и пир. Харе Кришна, дорогие друзья, с праздником! Гири Гавардхан Ки Джай! Вся слава халду Гавардхану! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok